Или же не переписывать по новому правоставному историю Руси, не верить этим заказным мультикам наподобие князя Владимира, сегодняшний мультик, это популярный, его пытаются раскрутить, как-то пытались одно время, организовали показ этого мультика. То есть на уровне даже молодого поколения идет обработка идеологическая новых политтехнологов, религиозных технологов также страны. Но, друзья мои, прикрашивая ложь, ничего доброго не принесешь, друзья мои. На самом деле лишь познание истины приносит освобождение, элементарно. Познайте истину и истина сделает вас свободными. Друзья мои, так, очень важный момент, когда я все-таки, чтобы не уклониться, чтобы не забыть сегодня сказать самое важное, ради чего я начал говорить об этом. Вот, Русь приняла христианство тысячу лет назад, но проблемы, вот те, что у нас возникли с принятием христианства, и сам момент принятия христианства был такой не очень хороший, друзья мои, они начались гораздо раньше. Русь приняла христианство не евангельское, не библейское, не с рук апостолов, да, но приняла Евангелие, приняла христианство из рук византийцев, из рук греков. Приняла христианство уже испорченное, смешанное с языческими традициями и обрядами, суевериями, колдовством и так далее. Я не сильно окружаю вас, нет? Я просто хочу много донести, извиняюсь, что спешу, может быть, но для, кстати, еще хочу кое-что рассказать. Для тех, кто хочет побольше узнать вот об этих фактах, я надеюсь, что скоро издам таки все-таки этот учебник по истории церкви, это одно. А второе, есть сборник, есть курс лекций по истории христианства, который я читаю, это 9 DVD, значит, и дисков, их можно просмотреть. Есть сборник из 4 DVD, значит, там в Германии, в Берлине проводилась семинария, и он был межконфессиональный тоже. На базе лютеранской евангелической церкви, кирха святого Ионы, там были представители разной динаминации. И вот эти диски, они стали там сенсацией, на самом деле, для многих христиан, именно христиан, верующих. И я думаю, что в скором времени мы пустим это по России, чтобы не только наши европейские братья могли, сестры, ну, знать эти вещи, но чтобы и мы могли лучше узнать свою же историю. И библейски ее переосмыслить, не коммунистически, не новороссийски, не как-то еще, а библейски переосмыслить, очень важно. Друзья мои, и вот, когда христианство легализовалось, в 313 году, помните, вчера здесь вот на экране вы видели такие даты, 30-й год, 313 год. И там было сказано, что это первый период истории христианства, раннее христианство, да, помните. Почему именно 30-й, почему именно 313 год? 30-й довольно-таки условно, мы должны понимать, потому что мы не знаем точного года даже Рождества Иисуса Христа, не то, что даты Рождества Иисуса Христа, мы не знаем точно. Потому что первые христиане жили, в общем-то, немного по-другому, не как мы. Вот первые христиане не знали много же праздников, которых мы сегодня знаем, и первым христианам в голову не приходило особое Рождество Христа, вообще-то. Вот одна из записок, кстати, об этом была также, вчерашняя записка была, о празднике Рождества, о Пасхе и о других праздниках Православной Церкви, и не только Православной Церкви. И вот о Рождестве Христовом люди знать не знали первое столетие. И поэтому, когда уже государственное христианство, уже государственные религии, уже в средние века, будем так говорить, ранние средневековые, когда уже узаконили праздник этот Рождества, вот эти средневековые монахи что-то не так, они просчитали. Но я слонен тому, что Евангелие право, Библия права. И Христос родился тогда, когда Он родился все-таки. И Он родился не зимой 100%, ни в декабре, ни в январе. Потому что в Израиле в зимнее время скотину пастухи не оставляют на ночь в полях, и не остаются сами в полях. То есть Иисус родился летом, скорее всего, когда это все происходит, когда животные пасутся прямо на улице, и когда пастухи остаются с ними прямо на улице ночевать. Вот, значит, и много других моментов. То есть Иисус родился не 2006 лет тому назад, а 2012 лет тому назад, или того больше, может быть. Вот 2020, порой пишут, лет назад, значит. Но разные есть предположения разных историков. Почему вот такая неразбериха, друзья мои, у нас? Дело в том, что Христос не учил праздновать день Его рождения особым образом. Не учил? В Евангелии нет такого? Я не нахожу. Может, вы нашли где-то? Я думаю, что нет. И, друзья мои, потому что Христос, Он не просто красный день календаря, а Он живая личность сегодня, сейчас. Потому что с Христом всегда хорошо. Потому что, на самом деле, наша Пасха, это не просто заклонный агнец. Наша Пасха, это не просто маца, не просто красивые застолья, но это сам Христос. Павел, фарисей из фарисеев, это понял. Нам ли это не понять, друзья мои? И вот, возлюбленные, значит, ну, кстати, там по поводу празднования Рождества скажу следующее, что лично я не праздную, лично я. Но я использую все эти праздники, асумественские, для того, чтобы говорить о Рождестве Иисуса. Ведь оно было, в конце концов? Было. Первое, что оно было не просто, как бы, обыденным, обычным, что оно было сверхъестественно, и второе, что оно было осмыслено для чего-то, для нас. Что Он ради нас пришел на эту землю, в конце концов. И я говорю так людям обычно, на Рождество, в декабре, я и 25-го проповедую, и 7-го время года готов об этом проповедовать, чтобы Христос родился в сердцах людей. И я говорю обычно людям так, мне спрашивают, вот, батюшка, как говорите, вот, как празднують Рождество правильно, такого числа, такого числа. Друзья мои, я говорю так, если вы знаете день своего покаяния, обращение к Богу, если он запомнился вам, запомнили число, празднуйте, как день Рождества Иисуса Христа. Соберите, друзья, испихите торт, и поставьте свечи, там, там, три года назад, там, три свечи, там. И скажите, сегодня Рождество Христово, он родился в моем сердце, вот, там, три года назад, или 10 лет назад, или 20, и так далее. Аминь. Можно 20 тортов, одну свечку. И, но, вот, там, в Киеве, потрясающие вот эти евангелизации рождественские, они мне памятны, и вообще, я очень люблю киевские вот эти евангелизации на Рождество, потому что там есть традиция, у нас она забылась уже, я не знаю, как в Костроме, но вообще по Центру России она забылась давно уже, традиция, вот этих рождественских песнопений, хождение там по дворам, значит, там, поздравлений, она забыла здесь уже, если старики, может, помнят еще что-то. Вот, обычно молодежь не знает ничего еще об этом. И, а там это памятно, там это знакомо людям, узнаваемо, это так трогательно, знаете. Когда вот мы с ребятами, с девчатами, мы вместе пели песни, собирались, братья, сестры, пели песни, эти вот, калятки эти вот, рождественские, и поздравляли людей с Рождеством, говорили, я говорю каждый раз так, и мои братья говорили также то же самое, что мы не знаем дня рождения Иисуса, но от этого нам не скучно, это нам не страшно. Мы знаем, что Христос рождается сегодня в нашем сердце, Он в наших сердцах рождается, и Он пришел для нашего спасения. Мы говорим Евангелие, люди каются, люди принимают Иисуса Христа, люди читают Слово Божье, вот это Рождество настоящее. А не просто, это не то, подвиск поросят, это не Рождество. А много есть колядок хороших, песнопений этих. Вот на Урале поют, в Заволжье, на Урале. Ангел с неба к нам спустился, и сказал, Христос родился, я пришел, или я пришла, или мы пришли, Христа прославить, и вас праздником поздравить. И дальше там разные песни, красиво очень. Мне очень нравятся украинские вообще. На русском не так красиво петь, на украинском он более певучий такой все-таки. У нас он сохранил богатство, русский язык, а украинский, вот именно певучий сохранил. Вот, значит, и там есть такие псалмы. Нова радость стала, яка не бувала, Над вертепом зірка ясна, світло засяла. Над вертепом зірка ясна, світло засяла. Де Христово сродився, з діви воплотився, Як чоловік пеленами у Бога повився. Як чоловік пеленами у Бога повився. Ангелы співають, Христа прославляють. И дальше, дальше, вот такие песнопения, они Бога проставляют. И мы проставляем Иисуса Христа. Воскресшего, раскатого, вкресшего и вновь грядущего Иисуса. И я призываю вас, знаете, вот любые праздники можно использовать. Христианские, мусульманские, иудаизма, буддизма, любые праздники. Я когда мусульманам проповедовал на праздник Курбан-Байрама, я говорил, мой Курбан-Байрама, это сам Иисус Христос. Хотите верьте, хотите нет. Для кого-то просто Иса, а для кого-то Курбан-Байрам. Потому что он умер за меня, он стал жертвой за меня. Вот, и, в общем-то, в любой день можно говорить о Христе. В любой день и должен говорить о Христе. Но дай Бог мудрости правильно донести самого Господа. Рассказать Евангелие, оно очень просто, оно очень понятно. Так, я немного отвлекся, извиняюсь опять. Но это лирическое отступление такое. Значит, на Рождество, очень хорошая тема такая. Но поймать, что примерно 30-й год, примерно обозначен, примерно так, 30-й год. Это время распятия, воскресения Христа, хотя было гораздо раньше все-таки. Но дата следующая, она указана точно. 313-й год. Вот как оно принято исчислять, как уже принято уже. Вот 313-й год нашей эры, это год, когда в городе Милане был провозглашен новый закон государственный. Он так называется, Миланский эдикт. То есть закон, Миланский эдикт. Император Константин, правитель, новый правитель империи, победивший в гражданской войне, ставший единовластным правителем, он подписал такой закон, который давал христианам свободу. Который возвращал имущество христианам. Который давал христианам право на проповедь, на собрание. И вообще, те, кто был продан в рабство, даже по обвинению в христианстве, был возвращен на свободу. За государственный счет были не только выплаты пострадавших, компенсации, но также и христианские писания, Библии были переписаны. 50 экземпляров. Это был по тем временам очень большой тираж. Это очень дорого было. Все переписывалось вручную. Поэтому, значит, это очень было ценно для пожиратора. И много других было хороших вещей было сделано, чтобы церковь могла быть легализована. Император бросил клич христиане, легализуйтесь, регистрируйтесь. Но не все христиане откликнулись. Почему? Потому что предыдущий правитель, диоклетиан, он тоже давал свободу для христиан. Он тоже давал право на легализацию. И только лишь потом, в последние годы своей жизни, он показал, ради чего все это было. Это было лишь для того, чтобы выявить как можно больше христиан, чтобы одним ударом уничтожить всю церковь. И самое жестокое гонение было как раз при диоклетиане. Но мало кто знает из нас, в таком момент интересный из истории церкви, что диоклетиан, перед тем, как он стал жесточайшим гонителем церкви, он был чуть ли не христианином, он был вхож в собрания христианские, он при себе в качестве консультантов и советников имел христианских епископов, пресвитеров. Он приближал к себе ко дворцу многих проповедников, известных с того времени. И многим казалось, что вот-вот и он сам станет христианином. Друзья мои, но в одночасье были тайны приказа, разосланные императором. И в один день они были вскрыты в разных городах. И в них значилось немедленно, прямо по спискам регистрации, провести аресты.